здравствуйте вы на канале модные практики с вами сегодня я наталья и мы продолжаем работу надолиным трикотажным платьем сегодня мы раскроем его и сделаем первую примерку смотрите я продекотировала наш трикотаж конечно у нас вот этот кусочек больше я думала что нам понадобится одна длина платья плюс длина рукава но так как мы не делаем боковые припуски на боковые швы и и оли небольшой размер мы вот впритык но вмещаемся в одну длину потом поэтому будьте внимательны если у вас небольшой размер то вы должны поместиться в одну длину то есть вот основа плюс рукав у вас все вы берете длину основы и вам должно хватить этой ткани ну плюс 10-15 сантиметров мы же взяли видите саму длину платья и длину рукава ну мы еще хотели что-то сделать из трикотажа даши и как раз даши будет новый наряд и так смотрите я хорошо продекотировал наш трикотаж краить я буду половина деталей в разворот вот я уже выложила лицо у нас сверху видите у нас на деталях подписано тоже лицо это полочка а спинку я согнула пополам вот край у нас согнут пополам я сразу совместила две детали спинки по среднему шву у нас будет припуск по боковым швам мы договорились припуски не делать потому что у нас на основе свобода облегания на полу обхвате 3 она нам в этом трикотажном платье не нужна поэтому как раз мы сделаем платье без припусков и я думаю будет по свободе она хорошо выглядит выкладываем таким образом чтобы мы когда вырезали вот эту верхнюю часть спинки вот одну деталь потом мы ее уберем и вырежем уже вторую часть спинки где у нас уже вот этот подрез будет но когда я буду резать я думаю вам станет понятнее и так полочка кроется в разворот лицо наверху рукав мы потом вырежем потому что нам придется его делать так и так еще отогнуть и вот спинка у нас со сгибом сейчас смотрите мы заколем наши детали по боковому шву припусков нет я прикладываю прям к самой кромки а по среднему шву спинки сделаем припуск можно сделать сантиметр можно 1 и 2 сделать смотрите если вы хотите чтобы платье было у вас ну не совсем такое по фигуре не совсем приталенное сделайте тогда припуски хотя бы сантиметровый я думаю что мы обойдемся без них так на длину давайте прибавим хотя бы пару сантиметров хотя длина еще тоже у нас не окончательная но 2 сантиметра на припуск мы добавим скалываем нашу деталь и вырезаем по кокетке у нас эта кокетка мы оставляем припуск 0 7 сантиметр небольшой оставляйте большой не надо тут сантиметровый припуск мы оставляем по среднему шву спинки я сделала спинку со швом потому что оли перегибистая фигура и я хочу все излишки попробовать забрать средний шов спинки приталивания сделать за счет этого за счет того что мы пока вы швы убрали часть талевые вытачки и еще средний шов спинки мы убрали но если вы хотите можно делать без шва и тогда если надо еще сделать дополнительные талевые вытачки но я хочу обойтись без них попробовать если получится так вырезали теперь смотрите у меня одна деталь верхняя вырезается полностью припуск я не добавляю по линии бока теперь можно верхнюю деталь убрать это у нас изнанка верхнюю деталь убираем а нижнюю уже будем вырезать вот с подрезом по боковому шву припуска нет а тут на подрезе мы должны дать припуск возьмем припуск сантиметр ставим отсечку по линии талии это у нас две детали спинки полочки мы также прибавим 2 сантиметра на подгибку низа сдвигаем себе деталь и вырезаем где подрез у нас там добавляем сантиметр по боковому шву режем без припуска и так далее на кокетку прибавляем сейчас я вырежу деталь эту и покажу что мы делаем с ней дальше после того как мы вырезали в разворот нашу деталь складываем ее пополам лицо у нас внутри выравниваем все срезы как раз проверяем чтобы все было симметрично также складываем лекала и надо нам нарисовать вытачку на лицевой стороне лучше не рисовать потому что от мыла могут остаться все равно следы и сразу можно наметить вытачку булавками чтобы потом было проще переносить намечаем линию талии полочка у нас готова вот наш рукав у нас видите нету ни направления рисунка не ворса поэтому мы попробуем сейчас рукав это у нас лицо вкладываем ткань таким образом чтобы лицо оказалось 3 нашу как проходит замечательно припуск нам нужен по окату и на подгибку низа будьте внимательны чтобы долевая нить совпадала с кромкой вырезаем нашу как по окату добавляем сантиметр отмечаем вершину рукава и отмечаем переднюю часть рукава ну давайте на всякий случай все таки по рукаву 0 5 прибавим потому что вдруг нам придется углубить пройму мы прибавим 0 5 и сметаем на полтора рукав 3 сантиметра на подгибку низа ну все с этой ткани нам нужно будет только обтачка на горловину но ее мы будем вырезать как на футболке одной полосой будем формовать и поэтому как делаем обрабатываем вырез на футболках также мы обработаем вырез на этом платье я сейчас уберу все детали которые у нас выкроены из этой ткани и мы будем раскладывать контрастную ткань и вырезать еще несколько деталей и так смотрите нам надо еще вырезать несколько деталей мы продекотировали ткань нашу вторую и выкладываем детали у нас подрез будет вставляться яркая деталь она будет одна все таки я решила ее выложить вот так по косой вот у нас боковой шов он проходит по косой и добавить еще раскрешению как раз получается четверть солнца удобно будет втачивать по долевой и поперечной нити поэтому оставляем пока такое раскрешение но если уж на примерке нам покажется что но слишком велико то мы лишнее срежем а может быть и будет все хорошо я надеюсь закололи нашу деталь оставляем края долевую поперечную вот наш низ рисуем можно еще проверить сантиметра также прибавим два сантиметра на подгибку тут срежем кромку одну деталь мы вырезали убираем и остаются обтачки тачки мы будем прибавлять по сантиметру на плечевой шов по горловине по шву притачивания обтачки с основным изделием а боковой шов оставим такой какой есть сейчас я вырежу одну и покажу боковой оставляем без припуска вырезали одну оттачку и таким же образом мы сейчас вырежем оттачку которая будет по спинке за камерой я сметаю все детали я думаю сметка всем будет понятно мы приметываем кокетку к спинке кокетку к полочке и соединяем все платье и уже на оре мы посмотрим первую примерку и так мы сметали наше платье вот посмотрите на результат к сожалению результат мы показываем на манекене поля немного приболела но потом вы увидите уже готовая на самой нашей заказчица как платье выглядит спереди вот так она выглядит сзади возможно когда мы померяем на олю мы еще приталим немножко вот по среднему шву спинки может по боковым швам и нам надо обязательно уточнить положение вытачки потому что трикотаж он может оттянуться под тяжестью и возможно надо будет поднять вытачку но в общем платье выглядит соответственно картинки я думаю оле понравится поэтому можно сказать первая примерка прошла успешно на этом наш урок подошел концу подписывайтесь на наш канал пишите свои комментарии понравилось вам платье или нет с вами была сегодня я наталья наша большая дружная команда до новых встреч